Дымящийся телевизор, испорченные холодильники, микроволновки и все то, что было включено в розетку. Жители дома на Герцена массово пожаловались на проблемы с компенсацией ущерба их имуществу из-за обрыва электросети и скачка напряжения. Ввиду того, что история для Кирова регулярная, юристы уверены, деньги жильцам не просто можно, а даже нужно возвращать. Лариса Добрьянова выясняла подробности. Вот нет дыма, видно хорошо ли? Офигеть! Жители дома 16 по улице Герцена подсчитывают убытки. Короткое замыкание, которое произошло после обрыва на электросети, лишило их почти всего ценного имущества. Холодильник, стиральная машинка и обогреватель. Ущерб у нас какой? Это в основном лампы энергосберегающие, очень дорогие. Вот телевизор у нас сгорел, дым шел, валил, у меня есть видео, успели мы заснять его. Потом что? Холодильник. В общем, вся техника, которая была включена в розетку, все. В управляющей компании пострадавшим сообщили, что возместят только те убытки, которые будут подтверждены чеками на ремонт. Но ремонтировать технику жильцы должны сами. А такие непредвиденные расходы в бюджет семей совсем не вписывались. Да и не все можно починить. У нас только энергосберегающие лампы примерно на 5 тысяч. Потому что, видите, натяжные потолки. У нас лампа специальная, чтобы ничего как бы не палилось, ничего нет. Телевизор вот он старый, у меня ему лет, наверное, 14. Но он еще столько же бы проработал. Мы его ни разу не ремонтировали, ничего. То есть, вот. Монитор, ну сколько монитора стоит, я не знаю, если честно. Холодильник у нас тоже не шибко новый. Как бы не могу сказать никакую сумму. Бытовую технику в ванной Натальи Гариповой спас вот этот переходник стоимостью в 2 тысячи рублей. Сам он теперь, конечно, не работает и вряд ли вообще подлежит восстановлению. Однако, утверждая, что возмещать ущерб будут только по чекам, управляющие компании лукавят, уверены юристы. У жильцов есть много способов возместить ущерб. Самостоятельно оценить размер своего ущерба. То есть, если чеки не сохранились, посмотреть в интернете стоимость такого оборудования, сделать такую небольшую калькуляцию, ну то есть, это все подбить. И с письменной претензией обратиться в управляющую организацию. Если управляющая организация эту сумму не возмещает, то, соответственно, уже необходимо обращаться к юристу и выходить в суд. На момент написания претензии или на момент обращения в суд проведение экспертизы необязательно. А это значит, что в случае судебного разбирательства пострадавшие потратятся только на юриста. И эти расходы после удовлетворения иска тоже возместит ответчик. В данном случае управляющая компания. Юристы поясняют, что в суде в данном случае именно УК будет доказывать свою невиновность, а не жильцы вину управляющей компании. Лариса Добрьянова, Иван Деров, информационный канал «Город».